Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к Колосианам. Глава 2, стихи с 20 до конца главы, и глава 3, первые три стиха. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все и сливает от употребления. По заповедям и учению человеческому это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрее и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горневы, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение послания святого апостола Павла и читаем сегодня послание Колоссиным, заканчивая вторую главу и приступая к третьей. Апостол Павел продолжает ту тему, которую он начал в предыдущий раз, тему свободы во Христе от ветхозаветных условностей, от ветхозаветных обрядов. В других посланиях мы знаем, апостол Павел часто проповедовал свободу христианина от закона. Мы знаем, что это не придумка апостола Павла. И мы четко видим подтверждение этому в других текстах, в других текстах Священного Писания, например, в книге «Деяния святых апостолов». Вспомните несколько видений, которые были апостолу Петру, как он крестил язычников, которым он прикасаться-то в принципе не должен был, если бы жил как раз-таки в обрядовом пространстве Ветхого Завета. Отменяет ли апостол Павел и говорит ли он что-то против нравственной части закона Моисеева? Ни в коем случае. Ведь мы вспомним и слова самого Господа Иисуса Христа в Евангелии от Матфея. Не нарушить я пришел, но исполнить. И говорит знаменитые свои шесть антитест, антитест на горной проповеди. Вы слышали сказано древними, а я говорю вам. И далее он говорит, не отрицая Ветхозаветную заповедь, а усиливая ее напряжение и усиливая ее нравственную, этическую, моральную высоту. Он говорит сказано древними, не убивай. А я говорю вам, кто гневается на брата своего, тот уже согрешил. Сказано не прелюбодействуя, но я говорю, кто с вожделением посмотрит на жену ближнего своего, тот уже прелюбодействует в сердце своем. Итак, апостол Павел говорит не об отмене нравственной части Ветхого Завета, а о ненужности и конечности обрядовой стороны Ветхого Завета. И как раз-таки против этого и направлен конец второй главы сегодняшнего послания, сегодняшнего отрывка. Итак, если вы со Христом, то есть если вы в Новом Завете, если вы уже влезаете на вот эту высоту, нравственную высоту, совершенную, куда призывает нас Христос, и мы туда идем через веру в Него, если вы со Христом умерли для стихии мира, то есть зависимость от условностей этого мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Итак, мы умираем со Христом, ведь Христос умер, а мы крестимся во имя Его. Соответственно, в купеле Крещения мы все умираем вместе с Ним, но и умерев, мы усваиваем себе через веру плоды Его воскресения, начатки этих плодов в себе. Соответственно, умерев для стихии мира, мы рождаемся для жизни вечной, мы рождаемся не для этого мира, не чтобы вновь в нем умереть, а мы рождаемся для жизни вечной уже. Настаемся телесно в этом мире, но мы должны жить в нем, как будто мы принадлежим уже небесному царству. Мы подданные не этого мира, мы подданные небес. И в этом смысле мы должны зависеть не от мира, не от стихии этого мира. И здесь речь идет не о том, что мы детерминированы, мы остаемся детерминированы природой, мы тленные, смертные, страстные. Но мы уже имеем в себе начаток воскресения, воскресшего Спасителя, и не должны жить в прежней парадигме религиозности, а жить в новозаветной парадигме, в новозаветных условиях. Мы не должны зависеть от стихий мира. Зачем, как вы, умершие для мира, живете, держитесь в постановлении, живете как живущие в мире, держитесь в постановлении? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. То есть основные табу ветхозаветного обряда не прикасайся к мертвецам, к язычникам, это осквернит тебя. Не вкушай запретных животных. Нечистых животных, так называемые. Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Вот это все. Огороди себя вот этой фарисейской стеной. По заповедям и учению человеческому. По заповедям обрядовым. Сейчас не идет речь о заповедях нравственных. По заповедям обрядовым и учению человеческому. То есть традиции человеческой, традиционное общество, так было принято. Вот не вкушать это, не трогать это. Все, человек свободен от этих условностей. Это имеет только вид мудрости, говорит апостол Павел, в самовольном служении. То есть то, что человек сам придумал и нагрузил и так перегруженный различными обрядовыми ухищрениями Ветхий Завет, он нагрузил еще от мудрости главы своей я, да, мудрость поставим в кавычках. Это только вид мудрости, говорит апостол Павел. Вот эти бремена неудобоносимые. Вид мудрости в самовольном, то есть сам человек без постановлений Божьих это решил делать. Смиренно мудрый изнурение тела, в котором небрежение, в некотором небрежении, а насыщение плоти. То есть вот это непонятное, излишнее аскетизм. То есть есть аскетизм новозаветный, христианский, который призван освободить нас от зависимости, от страсти. А есть именно аскетизм, который, скажем так, ведет к неправильной духовной жизни. Все прекрасно знаем, что должно быть духовное руководство, чтобы не оступиться, когда идешь по пути какой-то крайней аскезы. Третья глава продолжает тему. Итак, если вы воскресли со Христом, помните, мы говорили о крещении, мы умираем и воскресаем со Христом в купеле крещения, то ищите горнего. Итак, если вы воскресли, то чего вы живете в этой плоскости земли? Ищите горнего. Ищите прежде всего Христа, а не того, как правильно поклониться, как правильно помазать себя каким-то маслицем или еще что-то, или еще что-то. Ищите Христа, говорит, ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Мы умерли во Христе, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Именно теперь во Христе, во Христе истинном, а не мнимом, мы спасаемся, и в нем заключена весь залог нашего спасения. Поэтому мы должны искать его прежде всего. А все наше церковное устройство, все наше церковное предание и Таинство, они христоцентричны и указывают нам только на небо. Горе имеем сердца, мы слышим на литургии, и действительно должны иметь эти сердца, направленные вверх, направленные к небесам, которые напоминают нам о том призвании, которое призвал нас Господь. Это спасение и следование за Ним в нашей земной жизни. Всем радости, дорогие братья и сестры, о воскрешенном Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое приемы и решенье без. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова